сегодняшнем выпуске я хочу вам показать мои покупки обновки ну в общем протрясти мою косметичку тема косметики я думаю актуально для нас женщин всегда в одном из блогов недавно я рассказала что пользуюсь кремом который стоит пять с половиной тысяч как уходовой косметика да это крем siberian wellness серия бионетика ну я сейчас не буду про него подробно почему сейчас про него говорю потому что было очень много комментариев но кто-то меня поддерживал кто-то меня осуждал что я таким дорогим кремом пользуюсь но что касается уходовой косметики я считаю что она действительно должна стоить не дешево мы ей пользуемся долго она впитывается в кожу да и она должна обладать такими веществами которые ну действительно нас влияют это то же самое как я считаю что нельзя пользоваться дешевыми витаминами ну потому что опять же там и дешевыми травами сухими да и дешевыми биологическими добавками ну потому что чтобы вещь была качественная и хорошая и действительно как-то помогала на ее производство должны затратиться средства и понятно что бывают кремы за 25000 да там не знаю тот же стеллаудер например на такой же по качеству например как это бионетика но здесь уже действительно вопрос оплаты за за бренд за магазины этого бренда да ну например что касается вот как я сказала стеллаудер там крестьян диора но что касается декоративной косметики я не так давно перешла на вивьен сабо вот и начала я свое знакомство с вивьен сабо совершенно случайно с туши у меня есть на канале выпуске про мой макияж и там я как раз рассказывал эту историю не знаю наверно тоже было полтора или два года практически назад мне просто в магазине в косметическом подружка магазин так называется в косметическом магазине продавец когда я что-то там покупала из бытовой химии и сказала расскажите мне про туши она мне посоветовала взять вот вивьен сабо я ее взяла попробовала и вот с тех пор уже почти два года я только ей пользуюсь хватает мне этого тюбика на месяцев четыре-пять вот предыдущий раз я покупала такой тоже как раз здесь же уже когда мы переехали и тоже тогда после магнит косметик делала обзор я сейчас так держу я вам сейчас подробно расскажу покажу вот я вчера купила кстати зеленый цвет представляете первый раз купила зеленый и купила коричневый черного просто не было но прошлый раз я тоже покупала коричневый и мне понравилось и вот начав с туши вивьен сабо я постепенно перешла и на помаду и на карандаши на тени на тени для бровей и у меня сейчас уже достаточно большая коллекция который вчера я пополнила но коллекция в моей косметичке чем я действительно каждый день пользуюсь и сегодня я вам покажу что я приобрела вчера вот в частности такую палетку скульптор для лица я тоже первый раз приобрела сейчас я буду делать макияж на этой косметике и заодно вам расскажу покажу по ценам по цвету и так далее ну что он давайте наверное начнем добрый день мои дорогие зрители и гости канал с вами таша маляры вы на моем канале жизнь без дублей но сегодня выпуска начинаю с обновки у меня новый джемпер который я заказал все там же все у те же кто меня смотрит знаешь тут уже третий джемпер за последнее время вот очень они мне понравились тепло хорошо и уютно и знаете это джемпер щас я попрошу оператора взять его поближе из пуха норки я даже не знала что такое вяжут вот она такая мягкая нежная пушистая это ручная работа ссылочку на мастера кто делает такие вещи у кого я заказываю дам в описании к видео зовут ее елена и я с ней начало сотрудничество когда заказала прясть носки из шерсти сатун на фото и после этого я узнала что она еще и вяжет и вот это уже мой третий джемпер согласиться очень нарядный и я считаю что мне идет этот цвет это знаете не чисто белый на такой он чуть-чуть совсем в кремовой ну в общем очень мягкий уютный легкий и обожелся мне всего три с половиной я уже подготовила лицо у меня на лице нанесен крем ну я умылась тоником нанесла крем поскольку у нас выпуск все-таки посвящен декоративной косметики а не уходовой я не буду на этом сейчас акцентироваться и начну делать свой макияж сейчас у меня на лице нет никакой косметики чуть-чуть осталась губная помада потому что до выпуска я попробовала новую помаду который я вчера приобрела поэтому она еще есть немножко на губах начну я как раз со скульптора для лица я буду делать достаточно легкий быстрый макияж но так как я в процессе буду вам еще и рассказывать про продукты что-то не могу не открыть так сейчас вопросы запечатанное и так такая палетка для скульптурирования лица я я взяла с расчетом что это у меня будут и румяна и тени и скульптор контура у меня вот есть вот такая кисть значит палетка это стоило 349 рублей но будем считать 350 это вивьем сабо вот так выглядит разных там они были цветов это у меня секунду старость не радости еще скажи какой цвет здесь цвет не написан просто нет 01 на цвет 01 у нее ну вот на давайте начну я с темного тона подчеркну вот тут вот контур лица да и если мы хотим скрыть второй подбородок то мы делаем вот так увлекаться этим не буду потому что все равно потом одену шарф да я сейчас собираюсь в гости ехать к моей подруге не буду для вас снимать завтрашний выпуск то есть вот я пошла прошла по линии волос практически нет никакого запаха хорошо набирается так и так же пройду здесь вот так вот по носику так и подчеркну даду линию скулы здесь мы делаем вот такую трешечку меня стилист научива косметолог вот так у меня вы видите достаточно в принципе загорелое лицо теперь светлым более светлым тоном выделю вот здесь вот скулы так предвкушаю комментарии сразу говорю что я не косметолог а просто женщина которая красится показываю свой собственный макияж и более светлым тоном делаю носогубные складки вот эту вот зону вот более светленьким таким и также более светлым тоном просто вот так припудрю все лицо чтобы она у меня засияла вот не знаю как вам результат еще здесь такое освещение ну и цветопередачи конечно на камере мне всегда так далее займемся бровями значит не так давно ну как не так давно ну больше полгода назад я покупала вот такие тени для бровей это тоже вивьен сабо это второй номер второй вчера купила первый номер ну честно говоря особенной разницы не вижу здесь еще в комплекте идет кисточка стоила тоже 350 рублей очень они мне нравятся у меня не получается идеально как-то там карандашами прорисовывать брови брови вообще больной вопрос мне всегда пишут кому-то они нравятся кому-то не нравится ну в общем у меня вот такие брови я их практически не выщипывал на последний раз выщипывала ну мне кажется тоже до полгода назад они уже приняли вот такую форму и вот какие есть поэтому я их просто плоской кисточкой так делаю и чуть-чуть подрисовываю как бы чуть-чуть выравниваю вот в процессе этой же кисточкой я их как бы и причесываю и чем мне это нравится тем что бровь получается вроде как видите ярче да чем другая но при этом гораздо легче нарисовать чем карандашом если даже ты как бы не так аккуратно нарисовал да то этого особо незаметно и при этом бровь выделяется и становится такая более чуть выраженная ну потому что я не люблю когда вот нарисованы вот эти вот искусственные такие брови которые вообще там татуажем делают ну если нет бровей то понятно да когда они все-таки есть то моя задача их как бы чуть-чуть подчеркнуть вот чего что мы с вами и сделали да это стоило не помню сказала нет тоже 350 рублей очень хорошая вещь что прям рекомендую так дальше я приобрела вчера тоже первый раз тени я еще в иен собой ни разу не покупала сейчас как раз посмотрим как они будут себя вести вот смотрите это вот такая палетка чем она меня привлекла ну здесь мои цвета которые я в принципе использую белые очень хорошо оттеняют вот уголки да делает глаз таким очень большим темно-синий я тоже люблю использовать сочетание с разными карандашами и в принципе здесь даже есть видите я вообще перламутровые тени не очень но поскольку впереди новый год ну сейчас зима иногда хочется как-то так немножко посиять поэтому я взяла эту палетку также она стоила 350 рублей вот начну я с белого тени я наношу пальцем у меня опять же есть ролики прям макияж пальчиками и мне так удобней кстати некоторые очень даже известные визажисты используют эту технику очень хорошо все ложится начинаем с уголка потом я беру розовый цвет и чуть прохожусь под бровью ну это у меня конечно не ежедневный макияж сейчас моих условиях проживания в деревне ежедневный макияж у меня получается такой более простой и быстрый как я сказала я сейчас еду в гости к своей подруге и буду для вас снимать выпуск про стройку и ремонт в ее доме который надеюсь выйдет завтра итак дальше продолжаем следующем я буду использовать более темный тон да возьмем вот темный синий ну как-то мне так захотелось и прокрашу уголок глаза с растушевкой вот сюда я растушевываю и вот сюда выделив таким образом глаз знаете еще есть такое выражение что чем но мнение не выражение мнение стилистов что чем больше у вас оттенков на глазах плавных переходов тем больше хочется их рассматривать вот смотрите глазки сразу как выделились до засияли и вот такого зелененького добавлю в центр ну вот по ощущениям пока крашу ни разу я этими тенями да не пользовалась пока крашу очень они такие приятные хорошо ложатся и приятная текстура у них надеемся будем надеяться что скатываться они не будут вот вот такое у меня уже получается результат далее я использую вот этот бежевый цвет но он такой ведь течет перламутровый и им я сделаю переход между темным и вот сюда к светлому знаете вот мое глубокое убеждение что не обязательно там пользоваться тридцатью питью спонжами какими-то кисточками вот смотрите мы нанесли макияж пальцами он получился культурный интеллигентный не такой яркий да очень легко согласитесь это я комментирую если бы я не комментировал я бы накрасил это намного намного быстрее далее я использую карандаш я сознательно использую карандаш поверх теней мне кажется что так он лучше ложится карандашом тоже я чуть-чуть подчеркну уголок до карандаши у меня тоже vivienne sabo мне они реально нравятся тоже они стоят рублей по 150 точится точилкой деревянные они я такие карандаши больше люблю чем выдвижные и вниз не скатываются и не съезжают в носке у меня кожа нормальная склонная к жирности местами вот карандашом я подчеркнула стрелки конечно на камеру вместо зеркала это не очень удобно может быть не совсем идеально получается надо посмотреть вообще что получается да нормально все у меня получается здесь надо прокрасить немножко и как бы я растушевываю ближе к ресничкам такой ракурс вам дала так давайте покажу значит это карандаш темно-зеленый номер 307 vivienne sabo очень красивого он цвета давайте прям так покрашу вот ведь такой темно-зелененький он такой темно-зеленый серый у меня зеленые глаза поэтому а сверху я использую зеленый карандаш а снизу темно-фиолетовый у него номер сейчас скажу 0 4 вот темно-фиолетовый он такой горошек номер 0 4 это не черный а темно-фиолетовый и я им прокрашу до уголок мы поднимаем вверх чуть-чуть по нижним ресницам нижние ресницы я тушью не крашу вот для того чтобы не было перебора а чуть-чуть вот по нижним ресницам я прошлась контур придала и получились вот такие вот глазки глазки как коляски так дальше продолжаем вот использовала два карандаша да темно-зеленый и фиолетовый и еще я очень люблю вот такого цвета карандаш то есть когда мне нужно больше выделить глаза то вот этим карандашом это уже не Vivienne Sabo это El Corazon такой вот бренд El Corazon ловит камера или нет ну я думаю что просто вот такого цвета карандаш бирюзового вы сможете себе подобрать в разных коллекциях и прокрашиваю я видите это у меня я взяла зеркало поставила его за камерой прокрашиваю внутреннее веко чуть-чуть тоже меня это в свое время научил один визажист таким образом глаз начинает как бы становится более ярким у меня раньше такого цвета был карандаш морякой ну вот смотрите какое мне кажется уже прямо намного такой посвежевший да вид становится и теперь у нас дошла очередь до туши ну вот эта тушь это на мой взгляд прямо хит это Vivienne Sabo у них есть разные марки это называется Cabaret Premier вот на ней написано Cabaret Premier значит у меня их сейчас две одна каждая стоит 450 рублей ну вот такие цены сейчас в магните раньше она как-то бывала в распродажах стоила и 200 и 250 у нее очень удобная кисточка вроде бы как бы она маленькая но тушь хорошо наносится и самое для меня главный в ней плюс какой она во-первых не осыпается прекрасно держится быстро набирается длину набирает то есть буквально вот со второго прокрашивания уже прям вот она дает эффект и длины и плотности ресниц хватает мне этого тюбика на 4-5 месяцев и она очень хорошо смывается просто даже так не надо конечно делать водой с мылом ну или пенкой любой для умывания глаз то есть ее не надо там очень долго снимать какими-то ватными тампонами это я не люблю это и она прекрасно смывает и посмотрите насколько хорошо она наносится мне кажется прямо шикарно видите сразу как реснички прокрашиваются вот они прямо у нас на глазах появляются ну то есть очень я ее люблю и я знаю что у меня уже так много зрителей по моей рекомендации приобрели эту тушь и очень-очень довольны поэтому если вы ее еще ни разу не пробовали я вот прям искренне вам советую прокрашиваю я снизу вот так веду да и вверх у меня в принципе свои ресницы достаточно длинные вы знаете что я делала наращивание сейчас наращивание не делаю потому что мне ну неудобно ездить на коррекцию и наращивание очень удобно делать если вы едете в отпуск или плаваете в бассейне то конечно с наращиванием намного лучше вот смотрите буквально два раза я прокрасила и какие уже сразу получились ресницы и сейчас хочу попробовать темно-зеленую я ее первый раз купила я еще ни разу не покупала и вот смотрите она видите не мокрая то есть у меня не отпечатывают сколько я сейчас нанесла туши и она не отпечатывается сверху что бывает достаточно часто вот смотрите зеленый цвет он темно-зеленый такой изумрудный прям хотя на пробнике он выглядел достаточно ярким и я в прошлый раз когда покупала ее побоялась брать но в этот раз думаю новый год зеленая елочка проэкспериментирую поэтому я сверху коричневый специально вот так чуть-чуть кончики выделю зеленым и смотрите какие ресницы уже получаются мне кажется вообще класс вот и это тоже очень освежает взгляд мне кажется что если бы наносить просто одну зеленую тушь то такой эффект не получается а вот именно когда ты наносишь зеленую на коричневую у тебя получается просто вот зеленая такая небольшая тень то это конечно совсем совсем по-другому ой уже знаете прям я сама себе нравлюсь так в зеркале прелесть вот это правильно когда ты делаешь макияж это вообще на самом деле для женщины медитативное занятие да ты должна в первую очередь ну как бы засиять внутренне понравится сама себе если ты сама себе понравилась значит у тебя все в порядке потому что когда ты нравишься сама себе ты совсем с другим ощущением выходишь украшать собою мир и вот это вот настроение да вот это вот внутреннее сияние радость от того какая ты она переполняет тебя и тогда она передается окружающим и вот это настроение сразу люди начинают тебе комплименты делать улыбаться ну конечно в ответ тоже улыбаешься так теперь давайте перейдем к помаде и в общем будем на этом наверное уже завершать то же самое контурные карандаши у меня 106 цвет и 107 они так ладно больше в коралл второй такой в пыльную розу наверное и в зависимости от помады я вот обычно вот этими двумя карандашами и пользуюсь теперь хочу рассказать про помаду у меня Vivienne Sabo вот такой серии в горошек три цвета есть я специально вам их покажу это 16 цвет самый такой ярко-малиновый ну он такой больше даже в розовый кстати камера не совсем правильно его передает сейчас давайте-ка я его на руку нанесу покажу вам вот видите он какой яркий ярко-розовый вот 16 цвет это я летом чаще использую мой любимый 11 цвет в котором я практически каждый день он ярко-коралловый и вот как раз он очень сочетается с моими ногтями сегодня с тем маникюром который я сделала вчера вот очень мне нравится этот цвет в сравнении наносим получаем его вот так значит это 11 цвет вся помада стоит тоже в районе 250-350 рублей и есть еще у меня пыльная роза это пятый цвет она вот такая уже приглушенная не такая яркая ну вот сочетание значит это пятый цвет и вчера я купила опять же пятый цвет но в другой серии вот такой розовый пузырёчек тоже это вивьен собор первый раз я купила эту серию так что посмотрим как себя ведет она у нее в отличие от пятого цвета в другой серии да и там и там да пятый цвет ведь она разная то есть это более такая яркая да скорее похоже на предыдущую 16 наверное вон смотрите вот очень похоже но это более такой мягкий оттенок ну а по жирности сейчас мы попробуем что из этого получится я уже вся в помаде тоже кстати очень жирная и очень плотная и приятная такая текстура у нее вот похоже знаете по качеству эта помада похожа тоже на Dior и на Estée Lauder но они сейчас стоят вообще по-моему по 3000 и вот как я уже в самом начале видео сказала что касается декоративной косметики то здесь я согласна с тем что можно покупать и более дешевые бренды да они такие раскрученные и при этом в них действительно есть ну качественная качественная линия так и продолжаем красить губы значит сначала я делаю карандаш начинаю с уголков прокрашиваю нижнюю губу от середины и опять же увожу к уголкам и уголки я стараюсь вот так чуть-чуть выделять не совсем сглаживать да чуть-чуть вынимать и выделять так надо в зеркале посмотреть получается да отлично все получается и ну поскольку у меня коралловые ногти то я накрашу нанесу свою любимую 11 помаду она я знаю что помаду некоторые наносят кисточками правильно нанести сначала одну помаду потом другую вот на все на это в обычной жизни нет времени и мне кажется что при вот таком варианте как делаю я да пальцами накрасила глаза одной кисточкой быстро прошлась по скулам нанесла ресницы вот это у меня весь макияж занимает 5-7 минут да видео длинное потому что я подробно вам объясняю каждый шаг но в обычной жизни обычной женщине не нужно использовать 55 кисточек спонжи и вообще когда мы смотрим стилистов нам потом страшно вообще краситься но вы посмотрите ничего сложного в этом нет согласитесь и результат получается мне кажется ну не хуже чем у стилистов докрашиваю и я люблю смешать цвета я всегда смазываю помаду опять же кто то пишет это неправильно а мне так делала бабушка так делала мама я так делаю и мне это нравится и удобно и мне кажется что результат тоже отличный я люблю смешать яркую с менее яркой и получить свой цвет то есть это я смешиваю пятерку вот пятерку с одиннадцатым кораллом и таким образом коралл получился более приглушенным ну что можно сказать что мой макияж готов пишите в комментариях как его мой образ как помады еще раз искренне вам рекомендую косметику этой марки мне кажется что результат который мы имеем получился прекрасным да можно еще воспользоваться пудрой но у меня ее сейчас нет под рукой поэтому у меня сейчас минеральная пудра она находится в другой косметичке ну в общем будем считать что я чуть-чуть припудрилась но учитывая что на улице мороз и я сейчас пойду на минус 15 и поеду то вот этот небольшой жирный блеск на морозе мне кажется даже лучше для кожи чем когда мы ее пересушиваем потому что даже минеральная пудра она сейчас впитается в кожу и будет ощущение ну такое как бы матовости да и сухости кожи мне кажется что на морозе жирка тем более естественно кожи не помешает с вами была Таша Муляр надеюсь что обзор будет для вас полезным желаю вам прекрасных наступающих праздников и вот эти цвета в макияже я думаю что вы уже умело используете и знаете какие оттенки подходят именно вашей коже вашим глазам и вашему цвету волос поэтому приобретая себе различные цвета и оттенки вы можете выглядеть прекрасно ну и вполне возможно что кому-то из вас пригодятся мои приемы макияжа пусть они и простые пусть они может быть где-то и неправильные но они приносят результат и настроение это самое главное до новых встреч на моем канале ваш Таша Муляр пока-пока будьте красивыми и сияющими глазами ^^ DE-